Ребят, сегодня я хочу порекомендовать вам интернет-магазин, в котором вы найдете большинство ключей из Steam по очень низким ценам. Это не магазин-однодневка и не рулетка с нулевым шансом на победу. Steam Account.ru работает с 2010 года и на данный момент это один из немногих, по-настоящему надежных и недорогих магазинов. Ссылочки вы найдете под видео. Дополнение экспедиции Вунгора побило все предыдущие рекорды по количеству введенных легендарных карт за один апдейт, благодаря решению разработчиков добавить каждому классу по две легендарки. В основном потому, что таким образом Близзы максимально акцентировали внимание игроков на новую фичу, коей, как вы уже знаете, стали задания. У многих игроков, неважно, будь то новичок или уже бывалый задр, сразу же пробегала следующая мысль. Они станут ли колодой раз в два дороже после Вунгора? Как оказалось, нет. И слава богу, потому что я думаю большинство людей, игравших еще со времен Накс Рамоса, наконец-то смогли скрасить все нужные стандартные карты. В расчет я взял людей, которые пылили абсолютно все картонки вольного формата. А для новичков появилось такое огромное обилие дешевых и одновременно очень эффективных колод, что в первом сезоне после выхода дополнения количество людей, взявших легенду, превысило аж 20 тысяч. Тем не менее, легендарные карты всегда привлекали и будут привлекать игроков. И не только своей офигенной озвучкой, но и, конечно же, стоимостью в пыли. В данном ролике я постарался выделить семь самых лучших легендарных карт Унгора, которые вы можете скрафтить. Критерии для выбора я внес такие параметры, как частота использования в колодах, сухая польза, которую вносит карта, и, конечно же, винрейт колод, которые от таковой карты сильно зависят. За микрофоном плагиат, и мы начинаем. Седьмое место и обязательнейшая, по мнению многих декбилдеров, легендарная карта Паладина – Хранитель Солнца Тарим. Чего только стоит статистика его выбора на арене. 100% по версии Харспаун. Сразу Тарим может и не показаться сверхсильной лего, которая перевернет игру после своего выставления. Однако для таких мощных сейчас колод, как Агро Мурлок и Мидрэндж Мурлок Паладин, она просто незаменима. При выставлении на стол, эта лего превратит статы всех существ на вашей вражеской стороне стола в 3-3. И таким образом, неважно, будут оппоненты Великаны 8-8 или Светлички, они станут 3-3, как, собственно, и ваши существа, что позволит вам разменять их на том же ходу, если, конечно, у врага не будет особых эффектов типа Божественного Щита. Плюс в случае с Мурлоками, она осуществляет свой эффект еще лучше, так как при наличии на столе Мурлока Полководца, его баф будет накладываться поверх боевого клича, что позволит не только усилить Мурлоков, но и разменяться без потерь. Еще более весело становится, когда ты осознаешь, что Тарима, как и в том числе Тиреона, можно с легкостью раскопать при помощи Защитника Холмов, так как у него есть провокация. Таким образом, массовая хранительница Ульдамана отлично помогает справиться с контролем стола. А если у вас еще осталось 2 маны, то при помощи силы героя дает дополнительного 3-3 рекрута. Тарим, как я уже упоминал, в данный момент является одной из мастхев-карт любой колоды Паладина, примерно наравне с Тиреоном, поэтому если для полной колоды вам не хватает именно Хранителя Солнца, то можете крафтить без капли сожаления. Идем дальше. 6 место и карта, которая настолько усилила уже существующий до этого архетип Война на провокациях, что он занял и до сих пор удерживает свое место в Тир-1 колодах, согласно мета-отчету сайта Темпа Шторм, Сердце Огненного Венца. Как ни странно, даже несмотря на кардинальное отличие эффекта задания на Война и той же старой Элизы с Золотой Обезьяной, с Унгора все воины получили просто невероятный буст в поздней игре, что позволяет Рагнаросу уничтожать насекомых прямиком из Зала Славы. Прошу также заметить, что Сульфурас это единственная награда за задание, которая стоит 3 маны вместо 5, скорее всего потому, что 2 маны стоят еще и обновленная Сила Героя. По сравнению с тем же квестом Друида, воин выполняет свой гораздо быстрее, потому что мана Кривая Провокации предлагает таунты на любой вкус, от 2-х мановых грязных крыс до 8-мановых доисторических драконов. Да, капля рандома с Силой Героя Рагнароса есть, но это редко помешает вам победить. Лучше почаще поднимайте броню перед тем, как экипировать Сульфурас, потому что, может, вы и станете Рагнаросом, но возможность повышать ХП у вас на этом закончится, что не раз играло плохую шутку против тех же фризмагов. В общем и целом, если вы твердо решили собрать воина на Провокациях и все еще в раздумии, стоит ли сердце огненного венца вашей пыли, ответ очевиден. Да, еще как стоит. А мы переходим к 5-му месту. Чтобы Близзард не добавили Разбойницы, при первой же встрече все сообщество будет включать, что это мусор и неиграбельно. И анонс Широзина не был исключением. Однако, несмотря на все, эта капуста стала такой же незаменимой картой в новый Миракл Разбойницы, как и, собственно, Ван Клифф. Широзин может сразу показаться не суперсильной картой, однако два раза возродившийся сорняк будет принимать на себя ремовал и размены оппонента, что очень важно. Также выставление Широзина отлично комбинируется с последующим правильным выставлением аукциониста. Правильным я считаю наличие пары-тройки монет или лепестков сколких астроцветов. Короче говоря, Широзин как настоящий сорня. После выставления на стол его хрен уберешь. А тот факт, что из себя он представляет какую-никакую угрозу на любой стадии игры, делает его также и козлом отпущения и цели вражеских ремовалов, которых потом может не хватить на вашего Ван Клиффа или Великана. Поэтому, если вы хотите научиться играть на такой сложной колоде, как Миракл Разбойница, и все еще надеетесь заменить Широзина на Авантюриста, например, лучше не страдайте фигней и скрафтите эту легендарную карту. Четвертое место и Калимос. Не Калимос, не Калимос, а Калимос. Карта, которая может и не является прям незаменимой в новом Шамане на Элементалях, по большей части потому, что его можно легко раскопать при помощи его слуги. Калимос имеет очень хорошие статы и шикарный боевой клич, который рассчитан практически под любую ситуацию. Будь то забитый существами вражеский стол, мало оставшегося здоровья у вас либо у оппонента, или желание заспамить ваш стол камушками 1-1. Калимос является не только лучшей картой с эффектом раскопки на данный момент, если оценивать количество хороших альтернатив, а также и шикарным существом для поздней игры. Как и Тарима, Калимосы вы очень часто сможете раскопать, как я уже упоминал. Однако, несмотря на все хорошие стороны этой карты, есть и минус. Чтобы его эффект активировался на прошлом ходу, вы должны сыграть Элементаля. С одной стороны, это может показаться немного абсурдным, так как колода Шамана на Элементалях не может не иметь Элементаля в руке до восьмого хода, но и такое может произойти. Тем не менее, если вам посчастливилось выловить Калимосы из паков, либо вы думаете крафтить его для Элем Шамана или нет, очевидно крафтите, так как минимум 3 из 4 его эффектов помогут перевернуть игру, полечившись на 12 против мага, зачистив стол 100% грозой на 3 урона или добив оппонента огненным шаром. На третье место я поставил, может, и не самую сильную карту топа, но тот факт, что она не классовая, покрывает этот минус. Первопроходец Элиза. В ней сочетается все, что нужно для сильной нейтральной легендарки. И хорошие статы, в нашем случае 5 маны 5-5. И хороший эффект, опять же в нашем случае пакунгора. И, естественно, возможность положить эту карту в абсолютно любую колоду от контроль воина и контроль жреца до Охотника. Конечно, Элиза не является прям 100% картой для крафта, но если она вам выпала, пылить ее точно не стоит. Она станет шикарным дополнением для абсолютно всех, без исключения ориентированных на позднюю игру колод. И плюс ко всему, шикарной картой, чтобы поэкспериментировать. Я думаю, мы еще нередко будем встречать с редакцией абсолютно разных колод вместе с ней. Поэтому, если у вас есть лишняя пыль, Элиза сейчас станет шикарным вариантом для крафта очень гибкой карты из дополнения Унгора. Второе место и легендарка, которая породила вокруг себя целый новый архетип, коим является Миракл Жрец. Лира Осколок Солнца. 5 маны 3-5, который со 100% вероятностью, в отличие от Аукциониста, даст вам заклинание Жреца, большинство из которых стоят довольно дешево, тем более в комбинации с хотя бы одним, а в идеале с двумя сияющими элементалями. Раскрутка Лиры нередко приводили к победе прямо на том же ходу, если у оппонента не находилась ремувала, так как эффект Лиры очень имбовый, хоть рандом там тоже присутствует. Несмотря на отдельный архетип Миракл Жреца, Лира также отлично себя чувствует абсолютно во всех других колодах, от Престана Немате до Престана Казакусе. Шикарная карта, которая синергирует с классовыми картами и возможностями Жреца, которая уже, наверное, будет более полезна для крафта, чем тот же Велен или Раза. Поэтому, если вам сразу полюбился Жрец, а вы до сих пор не уверены в Крафте Лиры, не беспокойтесь, с ней в колоде ваш винрейт пойдет только в гору, поэтому вложение 1600 пыли в нее не останется безрезультатным. Ну и первое место вместе с еще одной картой, которую просто огромное количество игроков, в том числе и я, назвали мусором, а в итоге она создала вокруг себя отдельный архетип и заняла первое место в тир-1 колодах в начале сезона. Квест на Разбойницу под названием Подземные пещеры. К гадалке не ходи и так всем ясно, насколько квест жесткий, так как процентов 90 ладера было забито исключительно этой колодой, поэтому ничего нового я вам не расскажу. Разве что вместе с этим квестом в мету вернули такие карты, как Кабанчик. А хоть сейчас квест Разбойницы издает обороты, никто ее не отправляет в помойку из-за ее несомненной силы. На мой взгляд, квест Трога, как и Пират Воин с запуском Прибомбаска, может немного и просядет по эффективности, но ниже тир-2 не опустится точно, даже несмотря на эксперименты пользователей с колодами других классов. Конечно, не хотелось бы плодить канцерные колоды, но квест Разбойницы безоговорочно стал лучшей легендарной картой для крафта с запуском Монгора, особенно если вы хотите играть именно на этом архетипе. Ну а на этом все. Обязательно ставь палец вверх, если твой топ-карт совпадает с моим. И естественно, если тебе понравился ролик. Также очень буду рад подписке и колокольчику, дабы ты Хоть я и стримлю вместе с ютубом. А также не забудь проверить прошлые ролики, если ты их еще не видел. А на этом все, и конечно же, увидимся в следующем ролике.